Здравствуйте, товарищи зрители! На днях мой знакомый, коллега, прислал видео, в котором показаны измерения, как влияют на здоровье человека, что они, по крайней мере, вот существуют объективно, негативные воздействия от СВЧ-излучений, то есть от сотовой связи, Wi-Fi там, и других СВЧ-ВЧ-излучений. Об этом у меня много было видео на канале, но вот наглядных видео, показывающих, демонстрирующих это воздействие, не так много. И я сейчас поставлю вам два сюжета. Первый тот, о чем сейчас сказал только что, а второй сюжет в конце видео будет про то, как много еще лет назад, давайте такую историческую связь сделаем, лет 15, а то и 20 назад, в одном ток-шоу, тогда это было в России популярно, на телевидении, показали все-таки, когда мой коллега туда пришел и показал устройства, которые способны уменьшить во много раз вот это негативное воздействие, резонансное, разрушительное на клетку, на ДНК от источника ВЧС-СВЧ-излучений. И тогда он это продемонстрировал. Естественно, всю эту, всю передачу мы не покажем, но отрывки, которые прямо четко показывают те же самые эксперименты, а там эксперты были в том числе разные, академики, ничего не смогли возразить. Собственно, это было проверено потом 46 научно-исследовательскими институтами. Ссылку на эти исследования, на какие институты, когда было проверено, я оставлю вам под этим видео. Как, впрочем, и на все то, чтобы вы смогли полностью это понять, а там не поверить на слово, всю доказательную базу исследований там и так далее, и так далее. Ну и чтобы потом мне не писали, хотя все равно будут кто-то будет писать обязательно, потому что люди очень многие невнимательны. Скажу сейчас, что приобрести эти защитные устройства, такие микроантенны, внешне похожие на голограммы, два вида, на там смартфоны, мониторы, там кинескопы телевизоров и так далее, то есть на все приборы, которые что-то излучают, ну что значит что-то, электромагнитное излучение. Их две модели. Посмотрите потом сами, на какие, какие из двух клеются, да, вот эти микроантенны. На это, на все. Я оставлю вам ссылку под этим видео, а также на антенну, которая в радиусе 15 метров защищает, снимает вот эти резонансные разрушительные воздействия на клетку от уже, соответственно, соседских Wi-Fi и вышек сотовой связи. То есть не от индивидуальных средств, таких как смартфоны, там планшеты и так далее, а уже от тех, на которые мы вообще никак повлиять не можем. Ну, в плане удаления их из жизни. Но мы можем защититься. Как? Посмотрите сейчас два сюжета. А если захотите понять, каким непоправимым последствиям для здоровья приводит вот пользование этими современными и так удобными нам средствами связи, и не только связи, можете посмотреть видео, ссылки на которые я вам оставлю, то есть на целый плейлист видео про СВЧ, ВЧ-излучение, сотовую связь, там Wi-Fi и так далее. И вы поймёте тогда, если будете смотреть, ну, что называется, беспристрастно. И хочу напомнить, последнее, перейдём к сюжетам. Ещё в 74-м году, 50 лет назад, полвека назад, вышел учебник Минина электромагнитной безопасности, вот этот, где всё чётко говорилось ещё тогда и было уже изучено, измерено по дозировкам. Сейчас их увеличили безопасно, якобы, дозировки, воздействия, дозы излучения в десятки и даже сотни раз. Имейте это в виду. Не всё делается для нашего блага. Это если вы не знали. А теперь смотрите первый сюжет. Друзья, а теперь внимание, мой личный вопрос каждому из вас. Вы наверняка дома используете роутер или модем, скорее всего, какой-нибудь современный, работающий на сверхскоростях до 1 гигабайта в секунду. Это, конечно, очень удобно, особенно если вы его используете по работе. Но задавались ли вы вопросом, а как это всё влияет на наше здоровье, на наш организм? Особенно, если квартира небольшая и такой мощный модем находится недалеко от спальни. Я начал гуглить данный вопрос и практически ничего не нашёл. Ну, как ничего, есть масса роликов, которые говорят, что это супер вредно, но никто не предлагает защиту. Практически никто. Единственное, что я нашёл, это данный прибор, и его решил протестировать. Ну и чтобы не быть голословным, давайте проверим, действительно ли есть излучение от наших модемов. Вот на дистанции значение данного прибора измерительного примерно 6 единиц. Подходим ближе, ещё ближе, ещё ближе. С 6 единиц до 33. И я думаю, что это не предел. Всё ещё зависит от мощности передачи данных. Мы находимся сегодня в Центре холистического здоровья. И будем проводить эксперимент с изделиями Владимира Николаевича Тиняева и исследовать электромагнитное отягощение разрешённым в Российской Федерации методом на лицензированном оборудовании. Сама я являюсь сертифицированным специалистом. Проводить будем исследования методом вегеторезонансного тестирования. Это вот этот наш прибор, да? Да, вот они приборы стоят. Телефон, на который сейчас будет совершён звонок. Я держу его специально возле головы, чтобы интенсивность облучения была максимальной. Мы замеряем на показателях, что это вообще даст. Итак, ждём звонка. Я даже не могу пойти щуп, да? То есть, насколько сильно ухудшились показатели... В тёмно-синее ушло? Да, ушло в тёмно-синее, в самый нижний коридор. То есть, вегетативное нервное... Это говорит о том, что сейчас вегетативные и центральные нервные системы испытывают просто колоссальную нагрузку и отягощение. Вот, пожалуйста. Итак, теперь мы берём тот же самый телефон, совершаем тот же самый звонок. Только рядом, в максимальной близости с этим телефоном, находится наше устройство, которое мы сейчас и испытаем. Поехали. Идёт звонок, и мы делаем измерение. Что мы видим в этот раз? Что показатели не ухудшаются. Они так и остаются в коридоре зелёных. В коридоре здоровья и в коридоре нормы. Друзья, ну и чтобы было максимально понятно, как использовать эти приборы, эти устройства, Илья Николаевича Тюняевым, хочу попросить его, чтобы он рассказал краткую инструкцию об эксплуатации данного прибора и данного прибора. Как и что рекомендуется кому применять? Уважаемые друзья, здравствуй, Евгений. Эта индивидуальная защита устанавливается на смартфон. Работает аналогично так же, как и эта большая антенна, которая работает на радиусе до 15 метров, создавая такую же сферу, которая не позволяет воздействовать на организм потоку излучения от смартфона. В данном случае это индивидуально от смартфона, а это коллективные, от базовых станций, от роутеров соседских, от наших роутеров. Как это работает? Электромагнитное поле насыщает вот данную антенну энергией, и она начинает вторичную волну распространять, которая прекращает резонансы с организмом человека. Вот эта данная функция физикопроцесса, она нами уже давно показана, но это биология, биофизика и гигиена главное. И проверять это можно только биологическим тестированием, как ВРТ-вегетативно-резонансное тестирование. То, что мы и делали. В общем, результаты моего исследования меня скорее порадовали, чем огорчили. Этот прибор работает. Ну а теперь, дорогие товарищи, посмотрите вот этот второй сюжет, ту старую-старую передачу, чтобы экстраполировать, так сказать, вот то, что было, стало, и что сама жизнь, время, ну всё это очевидное доказало. Сейчас мы проведём исследование и посмотрим, визуализируем процесс, доказывающий эффективность изобретения под названием нейтроник. Я приглашаю испытуемого, у которого будет произведён забор крови, и мы проведём это исследование вот в реальном режиме времени. Ого, насколько глубоко! Мы провели более 50 исследований, и в процессе этих исследований получили уникальные результаты, доказательство эффективности устройства нейтроник. С одной стороны, его эффективность доказывается прекращением воздействия на организм человека, с другой стороны, мы получили параллельные результаты, подтверждающие снижение электромагнитного поля вокруг излучателя. А во сколько раз понижается воздействие электромагнитных излучений? До безопасного для человека. То есть человек может разговаривать по телефону, работать за компьютером, без практически ущерба для своего здоровья. Вот сейчас мы посмотрим нормальное состояние испытуемого, какова у него кровь. Это практически вариант нормы, хотя человек курильщик, и вот видите, такие зазубринки, есть эритроциты, которые неровные, а немножечко как шестерёночки такие. Так вот, у курильщиков образуется каждая выкуренная сигарета, это 300 тысяч вот таких деформированных эритроцитов. Но, в принципе, кровь норма. Сейчас вы посмотрите, каково состояние крови после разговора по мобильному телефону. Да ладно! Эритроциты... Вот посмотрите, что творится. ...склеились в монетные столбики. Вы видите? Это так называемый сладж. Видите? Поскольку мы говорили, что главная функция эритроцита – это перенос кислорода, то организм, в принципе, находится в состоянии гипоксии, потому что ткани недополучают кислород. Посмотрите, какая ужасная картина. Так, теперь мы приступаем к третьему этапу испытания. Чтобы узнать, что произойдёт с эритроцитом, во время третьего опыта мы наклеили нейтроник на аккумулятор мобильного телефона. Наклеивать устройство необходимо так, чтобы стрелка, изображённая на нём, была направлена вниз. По отношению к антеннчику. Вот так устанавливаем. И закрываем крышечкой на мобильный телефон. Теперь мы производим, опять-таки, звонок по мобильному телефону. За мой счёт. Алло. Жив ещё? Добрый день. Вот, продолжаем наш рассказ. Помимо биологического действия нейтроник уменьшает напряжённость электромагнитного поля вокруг излучателя. Мы заканчиваем разговор и берём следующий забор крови. Давайте посмотрим, что произошло. Вы понимаете, что эксперимент это у нас быстрый проводится. И даже при таком быстром эксперименте видна иная картина, чем была до этого. Я в этой связи хотел бы сказать вот о чём. Инновационная активность в нашей стране оставляет желать лучшего. Известно, что наши специалисты, выехавшие за рубеж, в Соединённые Штаты, в частности, существенно подхлестнули инновационную активность в этих странах. Поэтому я считаю крайне важным поддержать эту разработку и оказать всемерное содействие её авторам в реализации её в серийном производстве. А теперь хочу напомнить всё то, о чём я вам говорил. Под этим видео я вам оставил все важные ссылки и как купить эти нейтроники два вида и антенну эту, которая в радиусе 15 метров защищает от воздействия СВЧ-излучений там в доме, в квартире или там на работе. Это не важно. Да, хочу пояснить, что, конечно, нужны и индивидуальные средства защиты нейтроники на смартфоны, планшеты, мониторы телевизоров, там кинескопы и так далее. И, конечно, в идеале та антенна, которая защищает от того, ну от чего не могут нейтроники, индивидуальные средства защиты защитить. Они от конкретного прибора средства защищают, а уже от воздействия там десятков точек Wi-Fi, если вы в квартире живете или даже в доме и все соседи пользуются этим, ну и, соответственно, от вышек также. Только это может сделать антенна. Итак, все ссылки под этим видео. Видео, я вам очень советую, да, их более 15, но посмотрите постепенно хотя бы их. Это очень серьезная информация, это должен знать каждый. Это самый, наверное, опасный, вредный антропогенный фактор воздействия на нас с вами в наше время, в нынешнее время. Эти факторы не действовали на наших предков. И эти факторы сейчас приводят к тому, что болезни все молодеют, их все больше и все труднее вылечить. И, конечно, разумный человек обязательно будет пользоваться этими средствами защиты, которые нам так всем необходимы, просто жизненно необходимы. Все ссылки под видео. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!